теперь нам нужно разобраться со шкивом почему у нас вот такой люфт и если я держу игловодитель пальцами то у нас ведь и движение идет какой люфт на шкиву значит вот с этим нужно разобраться и вот с этим значит ну это у нас остался последний узел который мы должны почистить и мы сейчас будем разбирать смотреть и сразу же будем отсюда делать уже откручиваем вот этот винт я пользуюсь только тем инструментом которые вам показывал по крайней мере пока пользуюсь может конечно быть такая ситуация что придется что-то брать массивное откручиваю колесико вот это здесь вот хорошо что она металлическая но ему просто сноса нету это правильное решение потому что этот пластик поделали он разваливается сыпется со временем ну очень даже не хорошо вот у нас шайба фрикционная это для включения отключения шкива отключаем вот этим колесом у нас колесо крутится и мы наматываем нитку снимаем так здесь опять у нас проблема не снимается так а надо как-то снять так ну и возьмем вот здесь вот открутим винт снимем нашу моталку на данный момент очень здорово нам мешает так здесь тоже почистим смажем все так ну вот у нас теперь есть доступ видите вот болтается у нас на вот этой вот втулки вот беру отвертку большую отвертку маленькую вставляю вот сюда вот и вот сюда и вот так вот пробую на резлом чтобы вот так вот видите вот все пошло но прежде чем вот это вот снимать вот здесь вот конечно нужно посмотреть но здесь я вижу что здесь ничего не забито обычно бывают молотком здесь забьют чтоб шкив не слетал у них и получается потом беда совсем ничего не сделаешь с этим значит здесь у нас все пошло и шки вот можно снять вот смотрите вот болтается и вот у нас винт и он у нас откручен вот в чем вся проблема была так откручиваем вот снимаем видите вот это все протираем винт заходит видите конусный и он заходит аж сюда в вал значит не попутать здесь ничего мы не попутаем здесь одно отверстие под винт значит все это протираем прочищаем так ну пока нам инструмента хватает я думал что здесь придется выбивать уже так ну и протираем здесь вал вал у нас здесь нормально небольшой люфтик есть он должен быть обязательно так ну и смотрим здесь вот все позалипало у нас соответственно вот у нас рычаг длины стежка болтается значит сейчас нам нужно разобрать вот это прочистим вычистим нам нужно разобрать снять его открутим вот это тут винт так откручиваем вот этот винт вот пошел винт хорошо открутили так дальше нам нужно снять так и беру вот так вот немного пошло вот здесь вот видите так нормально так ну вот здесь надо нам открутить вот эту штуку ключик десяточка тут что я взял так здесь вот так вот придерживаю винт так откручиваю снимаем дальше вот здесь просто все очень вязкая так есть это все прочистить откручиваем вот это у нас винт эксцентричный вот видите здесь винт со смещенным центром вот он регулирует так это все протираем промываем вот этот винт у нас наверное и есть регулировка вот это вот слабого движения вот этот винт поджимает втулку и тогда вот этот вал ходит туго в подольских машинах здесь стоит специальная шайба выгнутая и она типа как бы поджимает наш механизм а здесь вот просто регулируется винтом вот я отпустил винт и смотрите вал легко ходит регулировка длины стежка делается легко вот он свободной болтался если мы вот этот винт начинаем подтягивать вот мы дошли до втулки и начали его чуть-чуть задавили прикрутили вот у нас смотрите уже идет туго видите уже движение вала идет туго и он самопроизвольно не будет болтаться вот это есть такая регулировка так ну все хорошо теперь мы будем это знать вот сколько работаю механиком а мне этот механизм никогда не приходилось разбирать разбираю первый раз всего в нашей профессии знать не будешь только будешь знать тогда когда все сам разобрал своими руками разобрал собрал и она чтобы работала так ну здесь все значит протираем вытираем прочищаем вот это все и потом будем собирать так но здесь можно применить нашу в дешку все это протереть вот так вот стирается здесь нормально